Алло. Здравствуйте. Тобто вам, Сергей, здається, що тут є якась певна протиріччя? Что время начаться суду с Дома Божьего, а написано, что верующий на суд не приходит. Ну, из этого очевидно... Что суд приходит к верующим, раз он не приходит на суд. Нет, из этого очевидно, получается, что в церкви есть и неверующие люди, и поэтому суду начаться с Дома Божьего. И Павел говорил, к стыду вашему скажу, что многие из вас не знают Бога. Филиппийцам 3,18 написано, что отвергают крест Христовый, потому что возлюбили славу больше человеческую, нежели славу Божию, слава их срами. В чреве и так далее, потому что они мыслят о земном, а не о небесном. То есть вера — это такая вещь, которую мы не можем ни пощупать, ни потрогать, ни определить. Есть, конечно, признаки веры или плоды веры, по которым мы можем увидеть человека, вере он или нет. Или, скорее всего, увидеть самого себя, верили ли я, исследуйте самих себя, верили ли вы. И первое исследование, мы уже говорили об этом, это первое — это любовь. Есть ли у нас любовь к ближнему, сострадание к грешникам, к врагам, к дальним, к ближним, к церкви и так далее. Есть ли у нас любовь? А второй признак, он более грубый, но более, может быть, ясный и понятный. Готовы ли мы умереть сегодня? Готовы ли мы? Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Или расхищение имения принимаем с радостью, потому что знаем, что нас ожидает наследство нетленное, вечное. Каждый день живем, как приговоренные к смерти и так далее. То есть мы можем себя самих проверить, а в вере ли я вообще нахожусь? В вере ли я? Готов ли я отдать все и сегодня расстаться с жизнью? Насколько вот у нас это есть? Или мы такие, как богатые юноши, которые все исполняют, все-все-все. А когда Господь говорит, продай имение, возьми крест свой и следуй за мной, то он печалился и отошел. Вот кто мы? Мы печалимся, когда нам нужно все отдать свое и отходим от Бога. Или мы радуемся о расхищении имения, потому что нас ожидает наследство нетленное и вечное. Поэтому причастность к церкви, в той церкви, которая сейчас, это еще не значит, что вера совершилась. Почему? Потому что рождение свыше. Это рождение свыше, это начаток духа есть, и вера есть, и начало веры есть, да. Но есть еще путь ко спасению. Это тернистый путь, это узкий путь, широки врата, ведущие в погибель. И это включает сюда церковь. Это обращение к верующим, что широки врата, ведущие в погибель. Написано, не всякий, говорящий, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И они скажут, как же, но мы именем Твоим пророчествовали, бесов изгоняли. Многие чудеса делали, однако я скажу, отойдите от меня. Никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие в беззаконе. Это обращение к верующим. Пять дев, которые были мудрые, пять неразумные, и они все были девы невесты Христовой. Это была церковь. Это стопроцентная церковь. И девы, которые тоже немудрые, они пришли со светильниками на брак к Господу. Они хотели соединиться с Господом, но они не вошли. И Господь говорит, я никогда не знал вас, и вы не войдете. И так далее. Козлы и овцы, это все одно стадо. Стадо, где пастырь наш Господь. Но козлы не творили любви, добрых дел, а овцы давали, творили, любили. И понимаете, что когда написано начаться суду с Дома Божьего, это имеется в виду с верующих людей. Но верующие люди, еще раз говорю, это много, возможно, что много неверующих из церкви. К сожалению, почему? Потому что, как мы видим историю с Ананией и с Афирой, что плоть жива, и плоть не умирает при рождении свыше. Пока мы живы в теле, пока мы дышим, плоть тоже жива. И мы можем проигрывать этой плоти. А кто выигрывает Духом Божьим, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И Господь тогда говорит, побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил и сел на престоле с Отцом моим. То есть это битва, это труд. Поэтому исповедание веры – это начало пути, когда мы исповедали веру. Продолжение следует...